И в данном видеоуроке я бы хотела ответить на самый распространенный вопрос всех зрителей нашего канала. Именно чем заменить компонент. Поэтому давайте я сейчас вам коротко и по делу расскажу принцип замены ингредиентов. Как понять, какой компонент можно убрать, а какой компонент убирать нельзя? Но необходимо быть очень внимательным при замене консерванта, потому что у всех консервантов есть рабочий диапазон pH. Всем привет! С вами Елена на канале Косметическая Кухня Бьюр, на котором я делюсь секретами приготовления натуральной косметики своими руками и в домашних условиях. И в данном видеоуроке я бы хотела ответить на самый распространенный вопрос всех зрителей нашего канала. Именно чем заменить компонент. Итак, если это крем и у вас нет такого эмульгатора, который мы прописали в рецептуре, не страшно, берите тот эмульгатор, который у вас есть в наличии и который подходит вашему типу кожи. Да, вы можете получить не такую текстуру эмульсии, как в нашем видеоуроке, но в результате крем у вас все равно получится. Исключением из правил, когда эмульгатор не так легко заменить, это являются специальные средства, скажем, кислые пилинги для лица или какие-то щелочные средства. То есть, когда эмульгатор должен работать в экстремальных условиях pH. Здесь мы не сможем заменить на любой, который у нас есть в наличии. Здесь необходимо смотреть, какой именно из эмульгаторов, которые у вас есть в наличии, будет работать при данном pH. Что же касается прочих компонентов масляной фазы, скажем, масла или эмоленты. В принципе, их можно заменять практически всегда. На что повлияет их замена? Если это масло, она повлияет на косметические свойства крема. Но какое бы масло вы не добавили к крему, у вас все равно получится. Что же касается эмолентов, прежде всего у вас изменится сенсорика крема и его ощущения при нанесении на кожу. То есть, если вы готовы пожертвовать сенсорикой и какими-то косметическими свойствами базового масла, пожалуйста, заменяйте эмоленты и масла на те, которые у вас есть в наличии и те, которые подходят именно вашему типу кожи. Что же касается водной фазы, один из самых распространенных вопросов это, можно ли использовать не дистиллированную воду или можно ли заменить дистиллированную воду на гидролат. Если очень сильно хочется добавить гидролат в водную фазу, вы можете заменить им только часть. Ведь очень часто гидролаты имеют низкий pH, поэтому если вся водная фаза будет состоять из гидролата, вы автоматически опустите сильно pH вашего крема. Что же касается загустителей, потому что они присутствуют практически в каждом рецепте нашего крема. Мы рекомендуем добавлять загустители в каждый рецепт. Вопрос какой уже не так важен, поскольку многие загустители или гелеобразователи могут заменять друг друга, главное контролировать процент их вода. Потому что, к примеру, мы любим использовать в составах рисовые или кукурузные крахмалы, и их мы добавляем 2-3% для получения легкого, невязкого геля. Но, например, если использовать ксантановую камень, то ее в рецептуру необходимо включать буквально 0,2-0,3%. То есть гелеобразователь вы заменяете, но самостоятельно регулируете процент его вода. И теперь мы добрались до самого интересного, а именно активной фазы. Как понять, какой компонент можно убрать, а какой компонент убирать нельзя? Для этого мы должны понять, какую задачу выполняет крем. Если, скажем, это увлажняющий крем, который содержит в своем составе 4 увлажняющих компонента, тогда убирать их будет ошибкой. Или если это крем с антиоксидантной активностью, естественно, мы не будем убирать из него витамин С или витамин Е, потому что они выполняют важную задачу. А в омолаживающем пептидном креме, но мы никак не исключим из рецептуры, пептиды. Да, мы можем их заменить на пептиды из той же группы действия, но убрать их будет большой ошибкой. Главное правило замены активных компонентов, мы заменяем их на компоненты с точно таким же действием. Поэтому очень важно для каждого из вас не просто повторять косметические рецептуры, которые вы нашли в сети или посмотрели в ютубе. Очень важно разобрать каждый компонент рецептуры и какую задачу он в ней выполняет. И если какой-то актив с их задачей вам лично для вашего типа кожи не нужен, значит, вы можете его легко убрать или заменить на тот, который необходим будет именно вам. Но если мы в рецептуре используем, скажем, экстракт центеллы и позиционируем его как антиоксидантную добавку, а у вас данного экстракта нет, отлично, переберите ваш шкафчик, найдите те экстракты, которые выполняют антиоксидантное действие и спокойно заменяйте центеллу. Вы должны понимать, что у каждого рецепта есть направление его деятельности. И зачастую 3-4-5 компонентов это действие и оказывают. Соответственно, вы не можете убрать данные компоненты из рецептуры, но вы легко можете заменить все остальные компоненты. Главное понимать, что при замене компонентов может измениться текстура, густота, вязкость, цвет и прочие органолептические показатели. Но нужно быть очень внимательным при замене консервантов, потому что у каждого консерванта сохраняется эффективность его действия в определенных рамках pH. Поэтому выбираем консервант, обязательно читаем его описание и находим этот самый диапазон pH. К примеру, есть прекрасный натуральный консервант Efficine, который легко растворяется в воде. Но главной его особенностью является сохранение эффективности при pH 5,5 и ниже. То есть, если вы захотите приготовить натуральный крем с pH, скажем, 5,8, и будете консервировать его Efficine, данный крем очень легко и быстро может испортиться. А вот для приготовления тоников с pH 5,0 Efficine станет идеальным выбором. Есть много консервантов, которые сохраняют свою стабильность при pH от 4 до 6,7. То есть, данные консерванты могут стать оптимальными при приготовлении тоников, кремов, шампуней и прочей косметики. Самым широким рабочим диапазоном pH обладает консервант Eucilpay 90-10. То есть, он стабилен при pH косметике от 2 до 12. То есть, вы можете консервировать данным консервантом практически любое средство. И также при замене обязательно обращайте внимание на растворимость данного консерванта. Потому что, если вы готовите тоник для лица, вам будет очень сложно ввести в него жирорастворимый консервант. Или, если вы таки введете его через солюбилизатор, ваш готовый тоник может быть не таким прозрачным и немножко замутнится. Я надеюсь, данное видео было полезным и интересным. Обязательно оставляйте свои комментарии, а также переходите в блог Bure, где мы написали огромную и более развернутую статью про замену ингредиентов. С вами была Елена на канале Косметическая Кухня Bure. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, если вы еще не с нами. И обязательно делитесь нашими видео уроками с другими кремоварами. Всем пока!